Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о визуализации. Если вы следите за моим творчеством, то знаете, что я уже оскомину набил, рассказывая о том, почему визуализация не работает. Однако у меня складывается впечатление, что если не выпустить отдельное видео по каждому выбранному вопросу, то люди меня просто не слышат или не понимают. Но прежде чем начать, я хотел бы попросить вас досмотреть данное видео до конца. В нем я озвучу конкурс, в котором любой подписчик моего канала сможет выиграть книгу «Путь светлого мага» в мягкой обложке. Ладно, я уже смирился с тем, что половина магической литературы — откровенный мусор, другая половина настолько хитроумно прячет или искажает истину, что даже опытному магу бывает сложно разобраться в хитросплетениях сюжета и в диагнозах, которые можно поставить автору. Поэтому меня ничуть не удивляет, когда я в очередной раз слышу что-то вроде «закройте глаза». Расслабьтесь. Представьте, как зеленый исцеляющий поток заполняет ваше поле. Представьте, как раны затягиваются, как морщины разглаживаются, как на вас сыпятся горы денег. Как вы рассекаете волны на собственной яхте. И после нескольких таких упражнений вы обязательно вернете молодость, восстановите здоровье и привлечете несметные богатства. Нужно только верить. Хотя не удивляет, не значит не бесит. Я, конечно, абсолютно не удивлен, но это не мешает мне каждый раз заново проходить все стадии принятия неизбежного. Отрицание. Это невозможно, я уверен. Я опять перепутал и как в годы своей магической юности забрел не на магический сайт, а наткнулся на каких-то ролевиков. Но теперь-то я не буду поджигать себя, чтобы освоить магию огня. Я опытный маг, а это всего лишь художественная книга. Вот сейчас я ее переверну, а там написано что-то вроде фантастический роман года. Итак, я ее переворачиваю. Да-да, нет, это действительно магический практикум. Но как же так? Кто это вообще может называть магией? Без энергии голая визуализация остается в голове человека. Что дает импульс на реализацию желания? Здесь ведь не описаны никакие энергетические вливания, никакие заклинания. И вообще это предлагается делать обычным людям, слова которых даже магические, для высших сил пустой звук. Может быть у автора какие-то проблемы? Да, наверняка он писал это на последней стадии деменции, лет так в 120, из хосписа, окруженный безутешными родственниками, которые и опубликовали эту книгу в память об усопшем. Из уважения, так сказать, к последним увлечениям. Так-так-так, она ведь вышла тремя экземплярами, и я ее совершенно случайно купил. Ну-ка, ну-ка. Миллион экземпляров? Переведена на сто языков? Да как так-то? Следующая стадия гнев. Как эту херню могут публиковать? Господи, почему? Да кто это вообще читает? Кто в это верит? Почему их не закидывают тухлыми яйцами на встречах с читателями? Ведь если это не работает? Посмотрите на них, ведь они все остались неудачниками. Должность продавца обуви – это не потолок успеха. Опомнитесь, визуализация не работает. Если вы будете просто представлять себе успех, здоровье, семейное счастье, да все что угодно, это все равно останется только в вашем воображении. Правда, стадии принятия неизбежного у меня не 5, а 2, так как из стадии гнева я потом не выхожу годами. Впрочем, если бы не такие, хм, магические практикумы, если можно так выразиться, я бы вряд ли начал писать собственную серию книг о магии. Если же говорить более серьезно, то магия дает толчок для реализации вашего желания. Это, возможно, заклинание, если у вас есть хоть капля силы слова, которую большинство, к сожалению, давно вытравили ложью и пустой болтовней. Это может быть ритуал, если у вас есть энергия для его поддержания, так как он будет тянуть ее из вас, пока не реализуется, или пока она у вас не кончится. Это может быть прямое воздействие на дорогу судьбы, если вы уже опытный маг и уже доросли до этого уровня. Может быть, это прямое вливание энергии с посылом. Может быть, вы просто хотите снять боль или воспаление вариантов масса. Магия глубока и многогранна. Каждый может найти что-то по вкусу, но считать, что ваши фантазии воплотятся в жизнь просто потому, что об этом написал какой-то шизик или того хуже, делец формата бизнес-тренера, это даже как-то оскорбительно и по отношению к магии, и по отношению к настоящим магам. В этом плане даже примитивное деревенское колдовство глубже, а черная магия порядочнее. Я действительно не понимаю, как люди могут искренне верить во всю эту ерунду. Да, изменения мышления, какие-то игрища с подсознанием, изменения отношения к жизни, они, может быть, полезны на своем уровне, но это не более чем психология. Никакой магией там даже близко не пахнет. И, может быть, это было бы неплохим началом, если бы человек отталкивался от подобных учений и двигался дальше, к истинным знаниям и к истинной магии. И такие случаи действительно есть. Я лично знаю пару человек, но, как правило, все происходит с точностью наоборот. Подобные дельцы предлагают легкий путь. Не нужно меняться. Не нужно работать над собой. Не нужно вообще ничего делать. Просто представьте. Уделите несколько минут и помечтайте. И все придет само. И люди ведь ведутся. И люди погружаются в хитросплетение подобных легких путей все глубже. И в лучшем случае остаются где-то на уровне таких книжек. А в худшем погружаются еще глубже, переходя от визуализации к каким-нибудь любителям позитивной энергии, анальных чакр, принятия себя и, безусловной любви ко всему сущему. Ну а оттуда уже прямая дорога или в дурдом, или в секту. Хотя нет, сначала все-таки в секту, потом в дурдом. Так просто до дурдома еще никто не добирался. Сначала нужно лишиться семьи, друзей и квартиры. В общем, господа, визуализация не работает. Сама по себе визуализация – это просто воображение. Визуализация – это вспомогательный инструмент, который я рекомендую использовать с огромной осторожностью. Если у вас плохо получается ощущать энергию, то вы можете на первых порах попробовать представить ее как некую субстанцию, пульсирующую в вашем теле. Так проще сосредоточиться на выбранной области и перейти к более серьезным ощущениям. К примеру, начать чувствовать энергию как тепло. Но! Очень важно! Нужно перестать представлять и начать чувствовать. А не начать фантазировать, что чувствуете. Это очень важно! Визуализация – одна из опаснейших ловушек для начинающего мага. Слишком легко сорваться в фантазии. Потому и в лекциях, и в книгах, и в видео я всегда подчеркиваю – не представляйте! Чувствуйте! Это совершенно разные вещи! Надеюсь, я достаточно доходчиво объяснил, почему визуализация не работает. И больше мне не будут писать. «Саргас!» Я представляю шарик между руками, но ничего не чувствую. В чем проблема? Или «Саргас!» Я визуализирую дом на берегу моря, но почему-то по-прежнему продолжаю жить в коммуналке и работаю младшим помощником старшего конюха. Где же мои деньги? Я уже и билетики лотерейные покупаю. Но что-то чудо не происходит. Подскажите, может быть, нужно представлять дом с пятью спальнями, а не с десятью. О лотереях, кстати, я расскажу в отдельном видео. Это еще одна тема, которая заставляет меня страдать. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Ну а теперь обещанный конкурс. На днях из типографии придет тираж книги «Путь светлого мага» в мягкой обложке. Так что если кто-то не успел купить коллекционное издание, скоро у вас появится шанс исправить это досадное упущение. Ну а если у вас нет возможности ее приобрести, то это еще один повод поставить видео лайк и запостить его себе на страницу. Когда оно наберет тысячу лайков, я разыграю между подписчиками моего канала три бумажных книги «Путь светлого мага» в мягкой обложке. Для участия в конкурсе необходимо поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, подписаться на мою группу ВКонтакте и репостнуть запись на стене группы. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Там же вы найдете более подробные инструкции, но уверен, даже человек, который максимально далек от всего, что связано с интернетом, справится со столь несложными действиями. Когда вы сделаете репост, ссылку на него нужно оставить в комментариях к данному ролику. Победители будут выбраны на онлайн-трансляции выбором трех случайных комментариев с помощью специального сервиса. Все просто и прозрачно. Еще раз, по пунктам. Ставите лайк этому видео. Находите в описании к нему ссылку на запись на стене группы ВКонтакте, переходите по ссылке и репостите данную запись себе на стену. Копируйте ссылку на запись у себя на стене. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на стене которой была запись. Возвращайтесь на YouTube, оставляйте к этому видео комментарии со ссылкой на ваш репост. Подписывайтесь на мой канал. Будет здорово, если нажмете колокольчик. Так вы одним из первых будете узнавать о выходе новых видео. Но это уже по желанию. Главное подписаться. Комментарий со ссылкой можно оставить только один, чтобы конкурс проходил честно. Это будет проверяться. Ах да. После того, как я отправил четырехкилограммовую коллекционную фигурку ассасинов США, бесплатная отправка только по России. Благодарю за внимание. С вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com Обращайтесь за магической помощью. Вступайте в школу практической светлой магии. И приобретайте мои книги. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok